добрый день уважаемые зрители и слушатели с вами канал культурал и я алексей гончаров и сегодня у нас в студии снова юрист и историк член редакции сообщества трибун дмитрий титеев и мы продолжаем разговор который начали в предыдущем ролике продолжаем говорить о древней спарте и о ее особенностях как античного полиса дмитрий приветствую добрый вечер мы продолжаем продолжать продолжаем продолжать да продолжая продолжать мы сегодня поговорим о таком любопытном явлении которое во многом отличает жизнь спартанцев от жизнь от жизни очень многих других греческих городов-государств с одной стороны да и вообще государств древнего рима поговорим об илотах иногда говорят Илоты, иногда говорят Илоты, здесь у нас нет единой точки зрения о правильном выговаривании, каждый из нас будет называть их так, как нам удобнее. Вот эти вот Илоты, государственные рабы, которые в основном были представлены потомками покоренных спартанцами местных архейских племен, в экономике, в социальной жизни, в военном деле спарты играли довольно значительную роль и отличали спартанское общество от многих других обществ. Не единственное, но одно из самых главных отличий. В прошлом ролике мы поговорили о том, как зародился спартанский полис, поговорили о том, какова была его экономика, поговорили о том, какова была его социальная структура. Сегодня в первую очередь поговорим о вопросах собственности, Илоты, как известно, государственные рабы, а раб это собственность. И поговорим о правовом статусе вот этих самых Илотов, Илотов, государственных рабов в спарте. И здесь я передаю слово Дмитрию, как специалисту. Спасибо большое. Ну, я бы не стал их называть прям государственными рабами. Мне больше нравится называть их рабами коллективного гражданского общества спартеатов. Но это, так сказать, нюансы. Тут можно поспорить, но мы не будем этим заниматься. Перед тем, как перейдем непосредственно о правовом статусе Илотов, я дам краткую, очень краткую историческую справку, историографическую справку. Потому что вопрос важный. Потому что о том, кто такие Илоты, рабы, не рабы или кто они, историки единого мнения не имеют. Ну вот начнем мы с таких деятелей, как Мейера, Корштетта и Краймса. Вот они считают, что Илоты это крепостные. А, соответственно, в Спарте и на Крите после Мессианской войны, а и в Мессене в том числе, сложилось феодальное общество, как в Западной Европе. Ну, это, как я понимаю, немецкие ученые, да? Опять же, в историографии нового времени, как западной, так и отечественной, однозначно, безусловно, существует точка зрения о том, что Илоты это рабы. То есть она, самое что ни на есть актуально, и ее придерживаются большинство историков. Вопрос заключается в том, чьи рабы, да? Соответственно, частновладельческие ли это рабы, или это рабы государственные, или рабы еще какие-то. Ну вот, например, Лотца считает Илотов скорее государственными, чем частными рабами. Однако, и это очень важно, он, значит, призывает учитывать всю сложность этой проблемы и с осторожностью применять современные дефиниции, а именно термин государственные рабы. Вот, то есть он об этом говорит. Ну, то есть он говорит как? Вот слово государственный раб всем понятно. Все, поэтому для общего понимания оно вполне подходит. Если, как говорится, будем вдаваться в тонкости, то, ну, давайте вдаваться в тонкости, но для общего понимания этот термин вполне подходит. Опять же, Лотт указывает на очень интересный момент. В своей работе между свободными рабами, которая посвящена как раз Илотам, он предлагает новую дефиницию для Илоти, определяя ее как коллективное рабство, возникшее в ходе завоевания. То есть, смотрите, Илоты являются не рабами государства Спарты, а являются коллективной собственностью общины граждан-спартиатов. Вот так вот. Почему это важно? Сейчас я поясню, почему я на этом акцентирую внимание и я считаю эту точку зрения более верной. Смотрите, в прошлом ролике мы говорили про формационную теорию, про критику формационной теории. И если мы посмотрим на понимание советской исторической наукой на формационную теорию в 60-70-х годах, то мы увидим еще один интересный момент, кроме деления на три стадии. Мы увидим, что советские историки говорили о том, что, и это я считаю вообще прорыв, о котором почему-то все молчат, после первобытно-общинного строя может следовать либо рабовладельческая формация, либо феодальная. То есть, ну понимаете, нам же обязательно раньше, как было обязательно рабовладение, у всех оно должно было быть. Но, соответственно, советская историческая наука, опираясь на разные факты, письменно-археологические источники, сказала, что, знаете, вот оказывается, может быть и переход от первобытно-общинного строя к феодализму. Понятно, что там будут элементы рабства, но классического рабства там может не быть. Там будет происходить процесс формирования, грубо говоря, феодальной формации с элементами патриархального рабства и изживания этого самого патриархального рабства. И мы должны понимать здесь очень важную вещь, принципиально важную. Хотя, ну, я думаю, твои зрители ее понимают, но я должен на ней сакцентировать внимание. В историческом процессе это не выглядит так. Мы все проснулись, и у нас первая стадия там рабовладельческого строя или феодализма. Что это означает? Это означает, что родоплеменные институты, перекочевывающие в начальную стадию, грубо говоря, формирования последующей формации, себя еще очень-очень-очень долго изживают. Потому что, когда мы говорим, когда мы используем термин государство, мы имеем в виду государство, у которой политическая власть мыслится, как некий независимый от общества институт. В древних государствах, которые сохраняют пережитки первобытно-общинного строя, племенного строя, надродовой аристократии, совет старейшин и так далее, эти органы, которые мы называем традиционно органами государства, таковыми еще не являются. Они являются вот пережитками. И, соответственно, здесь... Это еще государство, не отделенное от общества. Конечно, конечно. Это еще такое... Ну, как варварские королевства. Вот они как бы... Вроде как королевство и как бы государство. А вот. И здесь та же самая история. То есть мы должны понимать, что изначально, а мы с вами помним, что институт Элоти из прошлого ролика сначала он сформировался в Лаконике, а потом Месений. Это институты очень древние для спартанского общества, которые корнями уходят еще в первобытный общинный строй вот туда. И поэтому вернее говорить, что вот эта вот Элотия изначально как институт именно коллективного рабства, она сложилась и потом просуществовала, так сказать, с небольшими изъятиями, изменениями до самого конца. Как некий такой пережиток, собственно говоря, вот этого всего. Ну и тут еще нужно отметить, что вся эта история, конечно, неразрывно связана со слаборазвитой, со слаборазвитым институтом или пониманием частной собственности. Мы вообще знаем, что в Греции термина частной собственности не было. Ну то есть мы, как современные люди, понимая, ну то есть анализируем эти права, которыми обладает лицо, и говорим, о, слушайте, ну это на право собственности похоже, как у нас сейчас. Сам термин собственности его, конечно, римляне придумали. Так вот, в Спарте, я вас умоляю, которая достаточно долго сохраняла вот эти вот первобытные общинные пережитки, для которых частная собственность на, например, землю там или еще что-то за гранью добра и зла, частная собственность мыслится в первую очередь на те вещи движимые, которыми ты обладаешь, а земля или те же самые лоты, нет, погодите. Это такое достояние, что оно является достоянием всего нашего гражданского коллектива спортеатов, извините. И вот в таком статусе, то есть зачаточность, неразвитость института частной собственности, но хорошая традиция коллективных форм собственности, она как бы здесь определила все. Так, да, ну мы позволим себе, да, с историографией давайте закончим, позволим себе привести определение, которое дает Эндрюс в британской энциклопедии, мы им будем пользоваться, оно вполне себе нормально, мне оно нравится. Элоты это крепостные древних спартанцев, смотрите, крепостные древних спартанцев, да, но их рабский статус в исторические времена восходит к завоеваниям страны, уступившим им в численности, в численном отношении дарийцам. Они были в некотором смысле, в некотором смысле, государственными рабами, прикрепленными к земле и приписанными к отдельным спартиатам, ну вообще на самом деле к спартиатским семьям для обработки наделов. Их господа не могли их ни освобождать, ни продавать, и у них было ограниченное право накапливать имущество после уплаты господам апофора, ну то есть оброка в отношении спартанцев. Ну, более конкретно по всем правам мы, конечно, будем говорить дальше, но вот оно в целом, общее понимание, что суть есть Элот. Это определение передает основные принципиальные характеристики Элотии. Я бы все-таки акцентировал здесь внимание на таком важном вопросе, да. У нас есть понятие рабы, у нас есть понятие крепостные, да. Разница в положении в том, что крепостной, он не только лично свободный может быть, да, он может быть лично не свободный, он может быть лично зависимый, но крепостной это, пускай и ограниченное в своих правах, но дееспособное лицо в той или иной степени. Субъектами, что это гражданско-правовых отношений. Да, он может быть субъектом гражданско-правовых отношений, правда, в ограниченном формате. А раб это имущество, которое принадлежит хозяину. Вот Элотов мы рассматриваем как рабов или как крепостных, то есть свободных людей, которых просто обязали выполнять определенные повинности и наложили определенные ограничения на их свободу. Ну, они однозначно не свободны, потому что перемещаться они не могут никуда со своих наделов. Однозначно. И по законам Ликурга, такого Элота, если его поймали, так сказать, непонятно где, его можно убить вообще-то. Это первый момент. То есть они не свободны, они прикрепленные. То есть смотри, когда мы говорим о прикрепленность их к земле, и это принципиально важный момент, потому что раб не прикреплен к земле, господин им как вещью распоряжается, он может его с этой земли убрать, переместить там и так далее. А в отношении элотов это не работает. Притом само государство запрещает спортиатам их куда-то, этих элотов, перемещать. То есть государство говорит, нет, погодите, вот они занимаются своей хозяйственной деятельностью на этом клере. Вот будьте добры, не мешайте им этим заниматься. Ну, то есть это рабы, прикрепленные к земле. Так? Не термин. Ну, давай, да, давай, хорошо. Это рабы, прикрепленные к земле. Потому что, ну... Подробнее про правовой статус ты же расскажешь. Ну смотри, но их продать нельзя, ими распорядиться нельзя. Почему ими нельзя распорядиться, почему ими не может распорядиться спартанская гражданская община? Нет, вот спартанская... Они ведь принадлежат... Раб может принадлежать не только частному лицу, раб может принадлежать тому же государству. Я понимаю, о чем ты говоришь. Поэтому распорядиться элотами, я так понимаю... Государство могло. Государство могло. Посредством законов. Ну, да. Это да. Да, не обязательно законов. Можно просто пойти и убить по приказу государства. Те же самые криптии знаменитые. Я распорядиться имею в виду в гражданско-правовом плане. А про криптии я только вот ты прям с языка снял. И еще тут есть такой момент криптии, когда, по сути, элот не совсем распоряжался своей жизнью. Его могли... Безнаказанно убить. Да. Ну, мы поговорим про криптии, это отдельная история, там не совсем все так просто. Но общий смысл, что да, его могли убить. Сам факт того, что элота могли лишить жизни, потому что некоторым образом... Ну, вообще, из всего, что мы сейчас наговорили, понятно, что, ну, черт побери, это неоднозначные рабы. Там слишком много неоднозначного, чтобы однозначно назвать их понятным всем словом рабы. Хорошо. Но для понимания пусть будут рабы. Так, движемся дальше. Движемся. Так, сейчас смотрим. Ну, и начнем мы с этимологии слова элот. Мы в прошлый раз, по-моему, говорили, но неважно. Оно отчасти некоторым образом проливает свет на статус и социальное положение элотов. Ну, и согласно многочисленным сообщениям античных историков, слово элот происходит от названия города Гелос в Южной Лаконике. Жители которого были порабощены лакидемонянами. Ну, то есть, именно порабощены, то есть, обращены в рабство, собственно говоря. Вот. И, ну, логика очень простая. Всех тех, кого поработили, то есть, обратили в рабство, называют элотами. Значит, элоты вроде как бы рабы. Но сразу есть историки, которые с этим не совсем согласны. Но, вот, сейчас все рассказывать не будем, скажем лишь одно. А при всех дискурсах по данному вопросу принципиальным является то быть взятым в плен. Даже если мы филологически слово элот определяем, не связываем его с городом Гелос, там все равно будет проскальзывать, быть взятым в плен. То есть, порабощенным некоторым образом. Второй немаловажный аспект, это, кстати, очень интересно, я считаю. Это то, в каком контексте используется термин элот и какие слова сопутствуют с употреблением слова элот. Это очень важно. То есть, через какие рабские термины определяют элотов. Вот так вот. Например, Мирон указывает на то, что элоты должны были иметь внешний вид, подобающий рабам. У Печатновой, кому интересно, есть целая глава, посвященная тому, как спартанцы издевались над элотами. Там по совокупности много. Ну и понятно, что они должны были иметь внешний вид раба, чтобы сразу было понятно. О, это элот. Его социальный статус должен был быть понятен сразу. Часто в разных источниках по отношению к элотам употреблялось слово раб. Потому что нужно понимать, что слово элот, оно не общегреческое, оно спартанское. Ну, в смысле, использовалось спартия. На территории Греции людей со статусом похожих на рабов называли по-разному. Страбон, например, определяет элотов как некий тип государственных рабов. Но, опять же, рабов. Лотцы, анализируя политию Аристотеля, приходят к выводу, что элоты таки были рабами. Однако важно отметить, что Аристотель нередко использует слово перееки как синоним элотов. Ну, Аристотель, видимо, когда анализировал вот эти вот самые явления, он уже сталкивался не с классической спартой, а со спартой периода кризиса Полиса. И поэтому писал, так сказать, о временах давних. Поэтому мог что-то где-то путать. Тем более, что он в основном к спарте-то имел мало отношения. Еще интересно. Геродот слово элот упоминает 12 раз. И в отношении элотов не применяет ни разу ни одного рабского термина. Это к вопросу о неоднозначности всей этой истории. Вот интересное, что я нашел, меня прямо поразило. Это мы сейчас перечислили некоторым образом нарративные источники. Там кто-то про что-то нам рассказывает. Спасибо большое. Но если мы говорим о неком правовом статусе, зафиксированном некоторым образом в некоторых юридических документах, то до нас дошло два упоминания о элотах с применением к ним рабских категорий в официальных документах. Это цитирование договоров фукетидом. В одном элоты вместе с афинскими рабами называются рабами, а во втором вся совокупность элотов также называется рабами. То есть есть два юридических документа, где элоты называются рабами. То есть именно в юридических, не в нарративных. Тут опять же есть нюанс, поскольку фукетид это все-таки автор пространного труда под названием «История», и он-то пересказывает юридические документы, это не сами тексты. Но с другой стороны, это все-таки пересказ, как мы в школе про договоры Руси с Византией, которые в русской правде. В общем, то же самое. Мы как юристы их изучали, как нормативно-правовой акт все-таки. Но мы должны с вами понимать, что опять же это нам ничего не дает по причинам, которые сказал ты. А во-вторых, ну так это международный договор. Договаривающиеся со стороны думают, а как их назвать, чтобы всем было понятно. Мы можем написать ваше спартанское слово «илот», которое нам, грекам, не всем будет понятно. И вполне себе мог быть использован общегреческий термин «раба», чтобы всем грекам было понятно, что ну вот это вот похоже на рабов, как во всей Греции. Абсолютно это не значит, что они имели полное понимание Афин. То есть это не означает, что илоты равно афинские рабы. Вообще нет. Они похожи на рабов. Поэтому мы их будем в этих документах называть рабами. Ну, однозначно, как мы уже определились выше, своей личной свободы у них не было, поэтому ну да, рабы, да. Очень похоже. Вообще бесспорно. Хотя еще раз, тождества между илотами и афинскими рабами вообще совершенно нет. Дальше, как мы уже говорили, что вся античная традиция однозначно относит илотов к рабам, принадлежащим спартанской общине в целом. Там есть, конечно, ряд спорных именно переводов, связанных с тем, что имеется в виду. То ли имеется в виду государство, то ли, хотя в переводе звучит слово полис. А полис мы нередко понимаем не как, ну и город, и государство, а как общину в том числе, свободных граждан. Но там общиной являлось, по сути дела, государство, выполняло государственные функции. Да, все правильно. Ну и понятно, что в связи с этим, так как отдельно взятый илот не являлся в чистом виде частной собственностью отдельно взятого спартиата и его спартанской семьи, то между отдельно взятым спартиатом и илотами стояло условно спартанское государство на самом деле, которое, как это ни парадоксально, гарантировало илотам те права, которые у них были. А у них права были. И это же государство защищало илотов от спартанского самоуправства и, опять же, непомерной алчности. Дальше. Система всех полицейских и карательных мер по отношению к илотам носила исключительно государственный характер. То есть частным порядком, без, так сказать, ну первое, без государственной санкции, второе, без оснований, которые предоставляет государство, илота убить было нельзя. То есть вот если он находится вне своего клера, и ты точно это понял, тогда его убить можно. Но это убить его можно, потому что тебе разрешило государство. Да, потому что это законом закреплено, у тебя такое право. А не потому что тебе просто захотелось его убить. И здесь немаловажным является тоже это обстоятельство, это ежегодное объявление илотам войны, которую осуществляли эфоры. Это важный очень момент. Там мы об этом дальше подробно поговорим, это интересно. По поводу того, что да, могли убить, но, опять же, не все так просто. Это не просто, скажем так, частное волеизъявление по желанию так распорядиться с чьей-то или со своей вещью. Нет. Ну, поехали дальше. Понятно, что илоты не принимали никакого участия в политике, управлении государством однозначно. И илоте полностью противоставлялось гражданской общине спортивных. Сто процентов, это мы можем проследить. Также несвобода илотов заключалась в том, что у них был конкретный хозяин, соответственно, на клере которого они работали. Трудно назвать хозяин, скорее управляющий или лицо, которому они должны были отдавать часть вырученного урожая. То есть, тот, кого они должны были содержать. Да, тут хороший вопрос, потому что эфор в этих взаимоотношениях с партиатами называет владеющими. Владеющими. Ну, то есть, не господами, а владеющими. А вот Мирон во множественном числе господами. Ну, то есть, мы понимаем разницу владения и господства. Господство господством, да? Вот такой интересный момент. Но, при всем при этом, илоты находились, так сказать, в двойной зависимости. Понятно, в зависимости от государства и от их собственных индивидуальных владельцев. Илоты являлись, важно понять, собственностью спартанского полиса, как коллективного сообщества граждан. А, скажем так, их реальными владельцами, правильнее будет с юридической точки зрения, являлась отдельная спартанская семья или отдельный спартиат. То есть, если мы используем современные термины собственности владения, собственник илотов это государство, а именно спартанская община, а конкретный владелец это конкретный спартиат или конкретная спартанская семья. Но права вот этого спартиата по отношению к этим илотам были довольно серьезно ограничены. Я понимаю, откуда здесь берется вот это сравнение с крепостными, да? Потому что, ну, очень похоже. Наши крепостные, они ведь тоже не полностью до определенного периода, до эпохи Петра Первого, не полностью принадлежали своим помещикам, а жили, как считалось, на государственной земле, несли государево тягло и, соответственно, только должны были выполнять определенные повинности, оброк или барщину или что-то еще другое в пользу того, кому государство отдало этот участок. Отдаст оно его другому, люди будут выполнять крепостные те же обязанности в пользу другого хозяина, да? Отдадут третьему в пользу третьего. И здесь, я так понимаю, то же самое, кроме одного нюанса. Переделов вот этих вот клеров с элотами между спартанскими семьями, насколько я знаю, не было. Или были? Мы не можем однозначно ответить на этот вопрос. Смотри, первый передел Ликурга, второй передел, третий век, по-моему, до нашей эры, царь Агий, пятый, по-моему, где он нарезал спартиатом 4,5 тысячи наделов, а переееком 15. Это точно два вида переделов, про которые мы знаем 100%. Ну, между ними так это лет 400. То есть такие переделы были скорее исключением, чем правилом. Да, да. И здесь вот про вот эту вот историю с элотами нужно понимать, что опять же, еще раз акцентируем внимание, элотия, коллективная собственность формировались на этапе изживания из себя первобытно-общинного строя. А значит, земля, например, как самая главная ценность, являлась не частной собственностью отдельных лиц, а коллективной собственностью всего племени, общины. А значит, и проживающих на них элоты должны были являться коллективной собственностью, потому что они тоже очень важны, как и земля. И вот эта вот система отношений, законсервированная, просуществовала достаточно долго. То есть мы должны понимать, вот оно как сложилось в архаичный период, примитивно, так оно и не трансформировалось. Ну, понятно, что элоты были неразрывно связаны с землей, а оторвать их от земли было нельзя. И Спартиад там передавал ли по наследству свой клер вместе с элотами. Притом нужно понимать, что это было бессрочное владение, а не частная собственность, о чем очень важно сказать. И мы об этом выше сказали. Согласно эфору, элоты были рабами на некоторых условиях. Знаете, как это? Условные рабы, как бы рабы. Спартиад не мог их освободить и не мог их продать вне границ. Однако государство могло их освобождать или продавать за пределы страны. Но государство. Это важно. То же самое сообщает Архимах о фессалийских пенестах. Они передали себя фессалийцам в качестве рабов по договору, по тем условиям, что их не будут не вывозить из этой страны, не убивать. Они же, возделывая для них землю, будут платить им условный взнос. Элоты не могли выступать объектом купли-продажи, о чем мы говорили выше. То есть ими нельзя было в рамках гражданской правовой сделки распорядиться. Ну то есть история не знает таких примеров. Ну и вот здесь вот вопрос спорный. Были ли они прикреплены к конкретному клеру, или как коллективная собственность были просто прикреплены к земле? Ну то есть понимаем, что раз земля была нарезана вот этим вот клерам, возможно ли было перемещение в рамках этих нарезанных клеров, грубо говоря, этих самых элотов? Скорее всего нет. Ну а почему, собственно говоря, нет? Если мы исходим из того, что государство могло элотов освобождать, государство, община, полис спартанский мог элотов продавать вовне. Он-то имел такие права, да? Тут спорным является вопрос, вовне где? Вовне, скорее всего... Другие полисы. Что тут? Историки спорят, какое это вовне? Вне границ. Вне границ Клера или вне границ Спарта? Вне границ полиса. Ну смотри. Ну просто смотри, я как бы вот дальше смотрел, то есть читал, что там историки-то спорят, что это за вне границ, что вы имеете в виду? То есть скорее всего нет. Вопрос заключался в том, что в рамках нарезанных между спартиатами Клеров какие-то перемещения были возможны, но продавать их вне границ полиса спартанского этих Клеров было нельзя. То есть вот так вот. То есть какие-то перемещения в рамках вот этой системы 9000 наделов были возможны, а вот в Афине их продать? Нет, ни в коем случае. Непонятно, почему спартанское государство своих рабов не могло продать в Афины. Вот непонятно и все. Какие такие ограничения там могли по этому поводу быть? Кстати, вот у меня такой вопрос. Известно, что в той же самой Древней Греции и во многих других рабовладельческих государствах один из главных источников рабства – это рабы-чужеземцы, захваченные в ходе пиратских набегов или воин. Вот численность элотов в спарте, она пополнялась только за счет естественного прироста. Или захватывали каких-то чужеземцев и зажали на эти земли, как элотов. Смотри, хороший вопрос. И мы более подробно дальше, когда будем говорить, продолжая про рабы это или нет. Элоты, по сути, являлись самостоятельной общиной со своим хозяйственным укладом. Они могли вступать в рамках элотии в браки и сами хозяйствовать. То есть это была самовосполняющаяся, без внешнего вмешательства, система. То есть если мы берем римское рабство, то мы загоняем на виллу одних мужчин условно какое-то количество женщин, которые нам вино приносят. И они у нас естественным путем не восполняются. Они вообще рабы-рабы, а не вещи. В спарте процесс естественного прироста как раз и покрывал то, о чем ты говоришь. Не было смысла ведения завоевательных войн с целью пополнения рабов. Они самовосполнялись. Нет, тут же не обязательно цель войны и пополнения рабов. Мы знаем, что спартанцы воевали много. Да, постоянно. Много воевали. И в ходе той же самой Пелопонесской войны, да, известны случаи, когда спартанцы одерживали какие-то победы и брали штурмом какие-то греческие города. Жители которых обращали в рабство. Что с ними делали? Вот эти вот обращенные спартанцами в рабство. Они куда попадали? Вот в чем вопрос. Они пополняли ряды элотов? Я думаю, что нет. Или их просто взяли в рабство и что дальше? Куда они делись? Продали, перепродали, расстреляли, без права переписки 10 лет выдали. Смотри, вопрос очень хороший. Вот я сколько этим вопросом занимался, конкретного ответа на него вот прямо не находил. Но, исходя из той логики, которую я понимаю, как это выглядело. Начнем с того, что зачем захватывать рабов? Если ты, допустим, не можешь их использовать у себя, но у тебя они есть, вот эти элоты, что ты делаешь с захваченными рабами? Ты их хочешь продать. Ну, логично. Ну, то есть, это же не на территории Спарты. Вот мы там воевали, всех их там захватили. По вашим этим афинским или общегреческим законам у вас-то с рабами по-другому. Пожалуйста, мы их можем продать. Но вот тут вот возникает очень интересный момент. Парадоксальный. Про богатство и бедность в Спарте. Опять же, мы знаем много примеров из Пелопонесской войны, где военачальники спартанцев захватывали немыслимые богатства и не могли привести их в Спарту. Потому что им бы сказали, это что такое вообще? Не, но они в этом случае могли, они их не могли привести в Спарту, потому что боялись, точнее, не боялись, что это тоже будет обобществлено. Нет, они боялись, не смотри, в Спарте существовали, в Спарте достаточно долго и в период Пелопонесской войны сохранялись жесткодействующие принципы законов Ликурга. Единственным богатством и источником богатства была земля, по сути. И к чему я? Вот есть у тебя много этого золота, много рабов, но чтобы это богатство как-то использовать, ты должен привести его в Спарту, а ты его там использовать не можешь никак. Тебе, во-первых, скажут, а с чего это вдруг вот это вот? Это по законам нельзя. И поэтому история знает примеры, когда эти награбленные богатства оставались за бугромой, военачальники на них смотрели и плакали про себя, потому что понимали, что привести в Спарту, и ты жить там роскошно с этим не сможешь, потому что государство тебе об этом сразу же сообщит. С другой стороны, я так понимаю, что все-таки Пелопонесская война, это период кризиса Полиса, когда вот эти вот строгие законы Ликурга 8 века до нашей эры, или 7, не помню точно, они, скорее всего, просто не выполнялись, потому что иначе мы бы не имели информацию о таком явлении, как спартанское наемничество. А мы знаем того же самого Ксенофонда 4 век, это вот буквально 50 лет прошло после Пелопонесской войны, когда спартанцы, спартанские граждане, обученные там, подготовленные воины, шли за деньги наниматься тем же самым персидским царям в качестве наемников. И после того, как самые 10 тысяч спартанцев совершили свой знаменитый поход на базис, да, по Греции, они же, смотрите, по Персии, они же вернулись, куда? Вернулись в Спарту с деньгами, которые заработали там у персов. Иначе какой смысл наемничества, возникает вопрос. Поэтому я бы вот здесь вот упирать на жесткие законы времен Лекорга не стал бы. Ну, видишь, я тебе так скажу, я придерживаюсь такой точки зрения, что да, в этот период, конечно, бесспорно намечались элементы кризиса, но все, так сказать, пошло под гору, и процесс вот этого распада и невыполнения этих законов, он приходится на период после Пелопонесской войны. Там, собственно говоря, во-первых, в тот период, мы уже знаем. В этом-то и причина, наверное, была одна из, да, что победоносная Пелопонесская война, в ходе которой спартанцы захватывали большое количество средств, большое количество рабов, а нам письменные источники четко говорят, обращены в рабство, побеждены, обращены в рабство. Куда-то же это надо было девать, надо же было как-то переварить вот это вот богатство, которое свалилось на патриархальный спартанский полис. Ну да, традиционно, конечно, этот фактор, его указывают все историки, говорят о том, что вот оно повлияло. То, что, скажем так, законы Ликурга, законами Ликурга, но они не смогли справиться, эти законы Ликурга, с тем богатством немысливым, которое хлынуло, собственно говоря, туда. Ну, тут я спорить не буду, но предполагаю, что в какие-то начальные этапы Пелопонезской войны все выглядело как раз так. Можно было в период там сицилийской кампании что-то захватить и плакать в Сицилии, что куда-то это все повезу. Как я это в Спарту-то повезу? Я не смогу это там никак реализовать. Вот. Поэтому пропью и прогуляю в Сиракузах. Да, все так. Вот. А к концу Пелопонезской войны, она же длилась сколько? 30 лет или там? Около. Да, да, да. Ну, ситуация могла поменяться на самом деле. Мы говорили о продажах вовне. Почему я строго уверен, что вовне вот прям точно нельзя было? Потому что государство, которое формировалось на основе законов Ликурга, консервативно сохранялось, прикрепленность конкретных элотов за конкретной землей обеспечивала общину равных и стабильность в ней, раз. Во-вторых, не мешала нормальному хозяйственному существованию. Потому что, грубо говоря, писанные законы тогда в древности Ликурга, цель их была, понятно, обеспечить 9 тысяч спортиатов всем необходимым, чтобы они вели постоянную войну. Для этого нужно сделать все, чтобы никаких вопросов в хозяйственной жизни, а именно вопросов, связанных с хозяйствованием на клере, ни у кого не возникало. Поэтому и я предполагаю, что когда мы говорим вовне, это продажа вне клера. И никак никуда вообще за бугор. Сто процентов. А кому вне клера спартанское государство могло продавать элота? Вне клера в смысле... Погоди, вне клера, вот я так понимаю, ты говоришь, что это внутри спартанского полиса. Да. Кому спартанское государство внутри полиса своего, не вовне, не в Аргос, не в Афины, не в Фессалию, а внутри своего полиса могло продавать элотов? Другим спартиатам. Спартанское государство другим спартиатам продавать элотов? Подожди, Дим, мне кажется, это какая-то нелогичная ситуация. Спарта же как государство, как община, она не продавала элотов как рабочую силу своим гражданам. Она им предоставляла вместе с земельным участком. Понимаешь или нет? Не согласен? Так, сейчас погоди. Смотри, мы здесь должны понимать, что... Во-первых, мы должны понимать, что это за ситуация, когда у нас стал вопрос с целью продажи куда-то рабов. Вариант номер раз. У нас есть клер, который по наследству никому не перешел, он находится в государственной казне, как вымороченное имущество. И тут вариантов два. Вариант номер раз. Мы его можем просто отдать безземельному спартиату, а такие были, либо можем продать тоже безземельному спартиату. вместе с элотами. Нелогично. Почему? Потому что у нас основная ценность спартанского полиса это равенство. Если мы одним... Мы берем классический период, мы берем законы Ликурга, а когда вот это самое элотия и полис были в расцвете. У нас идея это община равных. Мы совместные трапезы устраиваем, мы детей совместно тренируем, мы порицаем излишнюю роскошь и буквально там нормируем определенную одежду. Мы от имени государства обеспечиваем вооружением тем же самым. И вот тут вот вдруг у нас получается, что кому-то мы этих элотов можем продавать, а кому-то давать бесплатно. Нелогично. Если мы будем кому-то их продавать, то у нас появится имущественное неравенство. А у спартанцев, да, там даже цари и геронты, старейшины, они по своему имущественному положению не сильно отличались от обычных спартиатов. Поэтому я вот понимаю, что вне границ это конкретно вне границ полиса. У нас есть излишек рабов, ну просто демографический взрыв, эти элоты там плодятся, как мухи. Да? Вот. Мы берем лишних, которые не нужны для обработки этих самых наделов, клеров, и продаем их куда-нибудь, на Крит, к чертям собачьим. Точно так же там победили, взяли какой-нибудь эпидавр, да, жители эпидавра, сволочей таких, что нам сопротивлялись, тоже продали куда-нибудь. На том же самый Крит. Вот. Вот. Тут я логику вижу, а продавать внутри полиса илотом я не вижу кому. Как это юридически обеспечить? илот, человек, который обрабатывает землю, принадлежащую в общинной собственности. бессмысленен. Да. Если мы его продаем в какую-нибудь спартиату, мы превращаем его в частную собственность этого спартиата, так? Нет. А как? Ну, смотри, я предполагаю, все-таки, я считаю, что вовне имеется в виду в рамках спартанского полиса мы должны понимать, что все, что ты говоришь, оно правильно. Вопрос заключается в том, что есть некая объективная действительность. Есть вымороченные клеры, есть, грубо говоря, клеры, на которых этих самых илотов не в товарном количестве, потому что по тем или иным причинам, да, тут переболели, там, не переболели и так далее. И какой-то внутриполисный вот этот вот процесс восстановления и перемещения в рамках полиса илотов экстраординарный, я бы так сказал, они на постоянной основе, он возможен. И он как раз обеспечивает в данном случае. То есть, мы их продаем не потому что, мы продаем их со своего клера, у нас их в избытке, например, а у соседа их не хватает. И мы в рамках этого осуществляем перераспределение между, то есть, тут нет, тут вполне логичная логика. Смотри, мне илотов вполне достаточно, чтобы обеспечивать мой клер, мне больше их не надо, если у меня их будет больше, они съедят все, что у меня есть. А у соседа, ну там, не знаю, что-то случилось, у него их не хватает. Все. Да, это коллективная собственность, я же их не продаю в Афины. Нет, нет, нет. И мой сосед продаю, это означает совершаю товарообмен. Мы берем с одной стороны товаров илотов, с другой стороны что? Что платит спортиат, которого не хватает илотов на участке, тому спортиату, который этот, имеет этот самый избыток. Может быть, там не было никакой продажи. Тем более, что эти илоты, они принадлежат не этому спартанцу и не этому спартанцу. Государство как коллективный собственность говорит, так, значит, вот здесь не хватает пятерых, а у этого пять лишних. Все, построились и пошли вот сюда работать. Теперь вы обрабатываете вот этот клер. Вот здесь я логику вижу. Иначе мы должны уже во времена там, следующее поколение после рекурга иметь четкое имущественное расслоение с частной собственностью на рабов. Если у нас продажа внутри спартанского полиса. А я этого не прослеживаю по источнику. Ну, его и нет. Значит, тогда, наверное, все-таки вовне, в Афины еще куда-нибудь и так далее. Но этот вопрос не только мы дискутируем, но еще и специалисты-историки в своих работах. Ну, вот смотри, отвечая на твой вопрос, да, только государство могло их освобождать и продавать за пределы страны. Государство. А спартанцы не могли их освободить и продать вовне границ, вовне спарты. То есть, государство могло осуществлять их продажу, а спартиатры только между собой. и понятно, мы сейчас возвращаемся к тому, товарно-денежное отношение и так далее. Мне не кажется, что в спарте между отдельными спартиатрами могла идти торговля илотами, просто потому, что это не их собственность. Я могу взять в аренду квартиру, но я не могу ее продать. Да, да. Двигаемся дальше. В отличие от классических рабов, илоты могли, о чем мы говорили выше, иметь жен и вести семейную жизнь. Никаких санкций и разрешений для этого, и тем более государство, ну, то есть, не так, государство не следило, государство не должно было давать санкцию на право вступать в брак, а вот регулировать численности лотов государство осуществляло, ну, через, посредством множество полицейских институтов, в том числе и криптии. Так, и вот здесь вот самое главное, само существование илота в качестве подчиненной общины, потому что рабы в Риме и в Афинах не являли собой социальную общину, как некий самоорганизованный внутриустроенный организм, а илоты общины являлись, и мы выше говорили, что община граждан-спортиатов противопоставлялась общине илотов. Да. Это принципиально важно, отличает илотов от рабов. Такого вот в классическом, в классических общинах рабов в каком-нибудь там, в каких-нибудь Афинах и Риме такого, конечно, не было. Так, у нас по спарти источников про вот эти все семейные отношения недостаточно, но есть гортинские законы на Крите и положение рабов на Крите очень похоже с спартанскими, поэтому здесь мы для понимания процесса, так сказать, говорим о Крите. Транслирую это, грубо говоря, на Спарту. Второе важное отличие лотов от покупных рабов, хотя и ограниченное, но владение предметами, фактически являющихся их собственностью. Ну, то есть, а почему их сравнивают с крепостными? Потому что мы знаем, что крепостные обладали, хотя при феодализме не было понятия собственностью, но мы это называем собственностью на средства производства, на сельскохозяйственный инвентарь, скот, свое жилище и так далее. Так вот, то же самое было у элотов. На это указывают, скажем так, косвенные источники разные, то есть, например, Фукидид говорит о том, что мессианские лоты имели собственные лодки, то есть, которые принадлежали им, а не спартанской общине. Также, элоты обладали своим собственным домом, на это указывает Деодор, который говорит о убийстве двух тысяч освобожденных элотов, произошедших у каждого на дому, который им принадлежал. То есть, смотрите, мы прямо не видим в источниках, там не написано, что элоты обладали правом собственности на средства производства, ну там, инвентарь и скот, но по косвенным источникам мы это видим раз, во-вторых, мы понимаем, элоты как община хозяйствовали на земле, и в этот процесс спартиаты были включены, не даже как управляющие, они там крайне-крайне отдаленно были в это включены. Я так понимаю, что спартиаты просто получали установленную долю и следили, чтобы элоты слишком сильно не размножились. Вот, и как мы выше сказали, используя опять же критские источники, а именно гортинское законодательство, вот про местных там рабов, говорят о том, что они, значит, жили в деревнях и могли иметь необходимые орудия для производства, жилища, рабочий скот, и что как бы они принадлежали им. То есть, вот на Крите такое есть. Ну и мы говорим, что там так как похоже, может быть, такое было и спарти. Да, потому что это логично, потому что спартанцы занимаются одним, а элоты занимаются другим. Дальше немаловажный аспект очень, и он очевидный, понятный, опять же, в копилку, почему на крестьян похоже. Потому что, если мы говорим о классическом рабе, он, ну понятно, он с собой-то не владен, он для себя-то никто, он с собой-то не может распорядиться, а тем более, он не может распорядиться тем, что он в результате своего производственного труда создал, а у элотов не все, забирали, что они произвели. Было жестко установлен размер апофора, который элот должен был платить спартиатру его семьи и обеспечивать, и все. Все остальное элот оставлял себе на воспроизводство себя самого, своих сил, своей семьи, там и так далее, своей жизни. То есть, они могли совершенно спокойно присваивать, ну как это было у крепостных крестьян, собственно говоря. Мы выяснили, что элоты должны были часть произведенного ими урожая, отдавать спартанцам. Какую часть? В прошлый раз мы говорили, согласно Тертею, что в период Первой Мессенской войны должны были заплатить 50%, но мы тогда разобрались, что скорее всего была какая-то единовременная акция, потому что, согласно Плутарху, каждый надел, то есть клер, был такой величины, чтобы приносить по 70 медимнов ячменя на одного мужчину и по 12 на женщину и соразмерное количество жидких продуктов. Все. Четко обозначены размеры пафора, который собирался с одного клера в пользу спартанцев. Он был установлен и законодательно запрещалось брать больше, собственно говоря. Сейчас мы даже тут про гарантии можем поговорить. Само законодательство говорило о том, что запрещалось разорять и, ну, скажем так, притеснять этих самых элотов. И защита от разорения элотов, то есть санкция, носила религиозный характер, что, как мы понимаем, это для нас сейчас не актуально, а для глубоко религиозного спартанского общества религиозные санкции за вот это разграбление собственных элотов было достаточно существенным аргументом. Ну, то есть можно сказать, что илоты платили не продналог, а выполняли продразверст. Да, если нашими терминами гражданской войны. Не долю от урожая, а, если верить Плутарху, вполне определенное количество. Все, что сверх этого количества оставалось на распоряжении самому элоту. На то, чтобы прокормить свою семью, на то, чтобы прокормить своих детей, на то, что, может быть, еще запас положить. Так, дальше мы говорим о том, опять же, про крепостническое состояние. Согласно эфору, полис определил элотом вполне определенное место жительства, так называемой катойки. Вот тут не совсем понятно, что это такое. Вот, например, Титливий называет элотские поселения викус, а их жителями костелани. То есть, греческие и латинские термины можно перевести как деревня, небольшая крепость, сельское подворье, ферма или хутор. Но, жили ли элоты в деревнях непосредственно, или все же были расселены по спартанским клерам, мы не знаем. Но, то, что государство их место проживания определяло достаточно жестко и следило за тем, чтобы они, так сказать, не блуждали по спарте как хотели. Это однозначно. Ну, это как раз нас подводит к тому, что, скорее всего, они были расселены по клерам, потому что, если были там отдельные деревни, то надо было еще идти до места работы. Куча вопросов возникало. Греция, она, конечно, маленькая, но не такая маленькая, чтобы вот за один день все пробежать. Ну, и, опять же, мы об этом говорили выше, что, если элот был встречен на дороге, а они вот в этих вот в своих местах обитания, так сказать, то по закону Спартиад мог его убить. Вообще, вот про убийство Спартиад и элотов, это же очень интересно. Можно чуть подробнее? Вот мы переходим к одной из самых известных форм полицейского контроля со стороны государства, это Крипти, которая занимала особое место среди всех иных способов контроля над элотами. Первое, что мы должны понимать, Крипти Давай дадим краткую характеристику, что это такое вообще Крипти, мы часто повторили это слово. Крипти это право убивать элотов без суда, вот, санкционированное государством действие, грубо говоря, то есть, если по-простому, государство дает приказ и молодые спартанцы идут резать элотов. Это важно не отдельному спартанцу, а всей общине спартанцев. И вот здесь вот чем интересны Крипти, почему мы именно здесь о них говорим, о них можно отдельно говорить, но тут в этом вот контексте. Смотрите, выше мы уже говорили, что община спартиатов жестко противопоставлялась общине элотов. и для того, чтобы провести Крипти, ну, мы уже говорили, должна была быть объявлена эфорами война элотом. То есть, должно было быть осуществлено некое религиозное действие, после которого эта война, то есть, давалась государством санкция. Не просто государством, как неким политическим институтом, но и с божественного соизволения высших сил. И смотрите, что получается. Получается-то парадокс. Когда мы говорим о войне, мы говорим о противостоянии условно двух равных, ну, война это же политика-политика, двух равных политических субъектов, воюющих сторон. А возможность сопротивляться законная у элотов была? Нет. У элотов, понятно, элотам запрещалось иметь оружие и тем более сопротивляться. Значит, тогда это какая-то особенная война. Ну, она, понятно, что она особенная, но мы говорим... И о равенстве говорить все-таки не приходится. Понятно, но смотри, можно же просто осуществлять санкцию, даже не, можно же просто не объявлять войну, можно говорить, мы объявляем криптии, но это объявляется как война, высоко санкционируется божественными силами, зачем вся вот эта вот сложная история на самом деле? Нужно обойтись и без нее. Тут опять же, видишь, мы можем рассуждать только исходя из нашего современного мировоззрения и причуды сознания очень религиозных древних греков, которые там без благословения богов шагу не сделают, нам, наверное, все-таки понять иногда довольно сложно. Ну, понятно, что аргумент был, кстати, следующий, что просто так кровь проливать нельзя, тогда происходит процесс осквернения, поэтому нужно как это, ну, соизволение богов. мы помним, там, как спартанцы на марафон не пришли и, значит, всем войскам против Ксеркса они выступили из-за, по-моему, там, что это? Религиозные праздники. Аполлонгели Корнийская, по-моему, да-да-да, это все понятно. Ну, и давайте по элотам тогда к выводам некоторым подойдем. Вот. Первое, что мы должны понимать, что элоты не были, честно, владельческими рабами, в точно юридическом смысле однозначно этого слова. Права спартиата в отношении элота были ограничены и рассматривать элота как раба вещь, как раба вещь, нельзя. Он как бы раб, но не классический такой раб, да? Дальше, элотов нельзя назвать государственными рабами, мы об этом много говорили, это коллективные рабы, общины спартанских граждан. Это пережиток первобытно-общинного строя, который прошел через века. Одним из элементов, определяющим статус элотов, была их крепостная зависимость, которую мы прямо очень четко показали. Закрепленность за землей, невозможность перемещаться, невозможность сложности с их продажей какой-либо, потом что еще? Отдача не всего полученного продукта, а только части, обладание правом собственности на средства производства, скот, инвентарь, дом и так далее. И тому подобное. Ну и соответственно, дальше все вот эти вот моменты. Кстати, мы не сказали, очень важный момент. Раб, элот имел право требовать убежища в храме. И такие примеры были. Спасаясь от угнетения, и никто, никто не мог его оттуда забрать. иначе за это следовали очень жесткие санкции со стороны государства и религиозных деятелей. То есть, вот, весь наш большой спич, он на самом деле про то, что однозначно назвать элота в классическом смысле рабом нельзя. Он, как лоцик говорит, знаете ли, кто там из историков, он нечто такое вот среднее между свободным и рабом ближе к рабу. то есть, понятно, что если мы говорим, например, переех и лот, понятно, прав у перееха гораздо больше, чем у элота. Но, элот не есть в полном смысле классического понимания, он, собственно говоря, раб. У меня есть по этому поводу некое такое собственное предположение, да, вот, то, что ты сейчас сказал, оно может служить такой, ну, вполне серьезной аргументацией тезиса о том, что действительно рабовладельческой формации как таковой не было, потому что вот даже в Древней Греции, в Спарте, в одном из самых известных греческих полисов не было того классического рабства. И вообще количество государств, где было классическое рабство, оно меньше того количества государств, где классического рабства не было. Я бы хотел по этому поводу некоторые свои замечания сделать. Да, на мой взгляд, когда вот эти аргументы используют против формационной теории, включающей в себя рабовладельческую формацию, противники включения рабовладельческой формации в список общественных этапов развития грешат тем же самым, чем грешили такие вот самые ортодоксальные марксисты. Воспринимают явление, а рабство это явление, в некой статике, а не в динамике. И состояние рабское, оно может быть в разных этапах разное. Вот мы говорили про прапатриархальное рабство, мы говорили про классическое рабство. Мне кажется, что Спарта, как полис гораздо более архаичный, чем, например, прогрессивные Афины, те же самые, он просто не выбрался из вот этой вот стадии патриархального рабства, где раб был собственностью семьи. Когда спартанцы масштабировали вот эти родоплеменные отношения на государственные, они точно так же масштабировали вот это вот самое рабство, патриархальное рабство, на завоеванные ими покоренные народы. И косвенным свидетельством этого может быть то, что после того, как Спарта пришла в полный упадок, после того, как Спартанский полис был покорен теми же самыми римлянами, там на землях Лаконики совершенно спокойно процветало классическое рабство в римском понимании, а вот его те исчезло. То есть вот доразвивались до определенной степени, прошли искушения большими богатствами, позабыли благородную старину и рано или поздно к классическому рабству все-таки пришли. Ну смотри, я тут, мое мнение, ну такое достаточно короткое, оно выглядит следующим образом, что все замыкается в рабах, как неком инструменте, который можно использовать. Если вы ведете активно завоевательные войны и у вас есть массовый приток рабов, то вы можете доразвиваться до классического рабства, потому что у вас есть, вот оно, один из немаловажных элементов, это рабы, которые по сути есть массовые, ничего не стоит. Если у вас нету в товарном количестве рабов очень много, то вы, скорее всего, пойдете по пути каких-то форм зависимости, похожих на феодальные формы зависимости, или какую-то многоукладную экономику, когда у вас будут свободные работать, будут работать, назовем их крепостными, и так далее. Вопрос, вот мне кажется, лежит в этой плоскости. Если у нас есть рабы, много постоянно восполняющихся, мы, так или иначе, до классического рабства, в той или иной форме, можем развиться. Если нет, то общество, экономика общества, самоорганизуется другим способом, через разные формы зависимости. Почему? У нас могут быть рабы. Кстати, могут быть рабы из ранее свободных, вот как в Афинах было. Мы их обратили в Рабу, да, 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 вот. То есть, я к чему веду? Я веду к тому, что классическое рабство, как, вот, то есть, подводя итог, я считаю, мое мнение, классическое рабство, как явление, в природе существовало. Но, говорить о том, что у нас закономерно, после первобытной общинного строя, каждое общество пройдет три стадии рабовладения, и в каждом обществе было классическое рабство, это категорически неверно. Нет, это-то даже безусловно, потому что мы знаем историю германских, вот, мы знаем историю славянских, как времен наши древнерусские, Вавилон, где у нас, кроме патриархального рабства, где рабы не были главной производящей силы общества, рабства, собственно говоря, и не было. И не было вот этой рабовладельческой формации. То есть, я бы, наверное, подвел итог таким образом, для определенных народов, в определенных исторических условиях, да, трансформация первобытного общества в формацию рабовладельческую, где именно рабы, как вещи, являются основными производителями продукта. Ну, станут в классический период. А для некоторых народов этой стадии пропускается, и некоторые народы из первобытности переходят сразу же в феодализм. И, наверное, в этом нет как бы никакого принципиального противоречия и факта отрицания формационной теории в принципе. Так точно. Потому что нельзя всех грести под одну гребенку. Это вполне естественно и очевидно. Потому что формационная теория, как модель, пусть несовершенная, но достаточно четко обрисовывает основные и главные тенденции. И за это ей большое спасибо. И этого на самом деле для общего такого исторического понимания исторического процесса вполне достаточно. Да. Ну, и, наверное, так заканчивает нашу беседу. Я все-таки скажу вещь, которую, наверное, по-моему, надо было вообще сказать в конце. Формационная теория это теория, созданная Карлом Марксом. Многих, наверное, удивит, но Карл Маркс не выделял никакие пять общественно-экономических формаций, он их выделял только три. Докапиталистическую, капиталистическую и будущую коммунистическую. В этом смысле и первобытное, и рабовладельческое, и феодальное общество с точки зрения самого Карла Маркса это была одна и та же общественно-экономическая формация. Ну, и еще он говорил про азиатский способ производства. Да, но это тоже в рамках докапиталистической формации про азиатский способ производства тоже можно копии поломать, но, наверное, не в этом ролике. Ну, что ж, уважаемые зрители, благодарим вас за внимание, надеемся, вам было интересно, и я очень надеюсь, что либо в рамках совместного творчества, либо самостоятельно на канале Трибун Дмитрий продолжит работать над этой темой, над темой различных зависимых категорий в различные исторические периоды в разных обществах. Вот эти моменты связаны с правовым статусом, социально-экономическим положением. Они с точки зрения изучения истории очень интересны, потому что позволяют проникнуть вглубь. Не скакать по верхам, да, великие правители, полководцы, их фаворитки, а разбираться в сути тех процессов, которые внутри общества происходят. Будем продолжать обязательно. Всего доброго, оставайтесь с нами, и мы постараемся, чтобы было интересно. Всего доброго.